Мы в Зимбабве! 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 В Зимбабве! В Зимбабве! В Зимбабве! Мы в Зимбабве! здесь местным человечком вот он оказывается был россии на мастер-классах в петербурге он музыкант и художник вот он поговорил с нами понял что в общем-то мы русские мы пришли сфотографировать и все он сказал это хорошо конечно же вот на самом деле снимается туризма вот нет кемп они здесь живут среди местного населения и водят туристов вот домик несмотря на приход цивилизации в эти места народ племени сан солнечных людей по-прежнему идет традиционный образ жизни мужчины и женщины занимаются собирательством охоты живут они в хижинах лачугах напоминающих обычные шалаши чтобы помогать племенам сам выживать современных условиях международной организации движения направляет сюда различные волонтерские группы помогают волонтеры в основном секонд-хенд одеждой довольно забавно наблюдать бушменов джинсах левис и футболках с яркими красочными принтами буши волонтеры работают с народами в Намибии шпушменами помогают им одеждой едой ребят делают очень полезное дело на самом деле конечно без помощи волонтеров было бы очень сложно бы этим народом желать а сколько их всего? несколько тысяч человек я люблю Исуса Христа я здесь помогаю помогать Добро пожаловать на наш канал! 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 Кошка! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш канал! 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 Сегодня вообще никакие полностью кулькированы, все на завтра там какие-то камп-сайты были, но это нас не устраивало, потому что нам предложили, типа, завтра с утра приехать, покататься и выехать обратно на Ниме. Нам такой вариант не очень интересен, мы хотели проследовать через Калахари, да, с вортом парк, покататься, там переночевать одну или две ночи и уйти на Юхалис. Нам помочь тут не смогли и предложили, в общем, как-то кулькироваться седьмого и восьмого, потому что нас вообще никак не устраивает. Вот, я на виде уговора, что следующая девушка не пошла, сказала, что ничем она помочь не может, потому что все-все-все слишком полно. И, в общем, полицейский, Юаровский тоже там был, вот, вернулась туда. Вот, у нас есть единственный вариант подходящий, пройти границу в ста километрах южнее, в 100, на самом деле, в 70, и зайти там, в парк тогда, с южных ворот, завтра. Покататься и спокойненько уже выехать, западив только ФИС, за посещение парка. Вот, мы живем на Занзибаре, в Калахаре и Сахаре, на горе Фернандо-По, где гуляет Гиппопо, по широкой Липпопо, обстоятельно сообщали больные звери доктора Аболитова. Пустыня Калахаре – уникальный регион, на карте Африки. Огромная территория в 900 тысяч квадратных километров занимает часть территорий Намибии, Йор и Босваны. В Калахаре обитают слоны, львы, гепарды, крокодилы, леопарды, а еще в Калахаре – это родина арбуза, друзья. Именно отсюда эта ягода попала сначала в Ебет, а потом распространилась по всему миру. Но в основном туристы приезжают в пустыню Калахаре и трансграничный парк Кагалгальди, только с одной целью – поснимать диких животных в естественной среде обитаниях. Мы приехали в Калахаре – трансграничный парк, который находится на территории, так сказать, двух стран, трех странах – Йор, Босваны и Намибии. Вот этот, так называемый, гейт, он является одновременно с этим и бордер-контролом. Здесь, в общем, с одной стороны есть Босвана – выход или заезд с Босваны, с другой стороны – забор неразганичный, выезд и заезд в Южную Африку. И в сам парк, если мы выедем в Калахаре, то мы можем выехать в Намибию через Мата-Мата, откуда мы пытались вчера въехать в этот парк. Три страны. Вот, здесь же вас отштампуют, Босваны и Сэкшен, ЮА, пограничная полиция, и там намибийская полиция, если мы выезжаем в Намибию. Все, мы сейчас заплатили 1300, фух, грантов южноафриканских – это где-то примерно 5000 рублей, и у нас есть 7 часов до закрытия вала, покататься, поискать, и на филе. Все. Вот скажите, друзья, а часто ли вам приходилось наблюдать за птицей с секретарем в состоянии вытянуть руки? Или, быть может, гоняться за страусами по дороге? Или искать, где святался леопард на дереве? Именно за этими непередаваемыми эмоциями мы возвращаемся раз за разом в Южную Африку, друзья. Все, закончили мы наш культурный-культур по Талахкаре, разграничному парку в пустыне Талахкаре. Мы ехали прямо в 19.30. Встретили сегодня гепарда, льва, куча страусов, жирафы, бориксы, антилопы, стримбок. В общем, все супер. А теперь едем в Юханисбург. По пути сейчас станем день в Караванпарк, кентр в 70 отсюда. Отдохнем и завтра дадим 900 километров до Юханисбурга. Еще поснимаем завтра чуть-чуть Юханисбург и Москву. Наше большое африканское приключение подходило к концу. Впереди еще оставалось около тысячи километров дорог по самому северу ЮАР до Юханисбурга. По территориям, где белому населению появляться не очень-то и желательно. Вот и все. Наше приключение закончилось. Мы сдаем машины. Сделали круг на 6400 километров. Приехали вовсе прокатчик. Сейчас будет сдача машины. Погнали! Вот наш последний транспорт, который перенесет наш за 10 тысяч километров в холодную зиму. Мы с собой везем тепло. Там сегодня 27 километров. Мы привезем с собой на 10 раз утеплее. Вот такая вот она Африка. Интересная.